АРЕНА СОБЫТИЙ Заместитель председателя государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Виктор Губарев Виктор Николаевич. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Добрый вечер, Володя. Да. Виктор Николаевич, серьезная тема, собственно, говорим о значении Октябрьской революции. И поводом, собственно, для нашей сегодняшней встречи, я хочу сказать, кстати, что я буду поднимать эту тему и в следующем году постараюсь. Но поводом поступило послание президента Российской Федерации к Федеральному Собранию. Цитата. Наступающий 2017 год. Год столетия февральской и октябрьской революций. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только для историков, ученых, российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия. Что говорить? Надо уметь слышать. Разные мнения и разные позиции. Но что для вас? Тот по Мандельштаму Великий Сумеречный год. Великий Сумеречный. Что для вас? Ну, прежде всего, мне бы хотелось поздравить с наступающим Новым годом всех жителей республики, пожелать успехов, пожелать, чтобы он был лучше, чем предыдущий. Чтобы наши надежды и мечты сбылись. Этот год особенный, потому что этот год в столетии Великой Октябрьской социалистической революции. В преддверии еще одного праздника, столетия Якутской автономной Советской социалистической республики. Это два праздника, два юбилея, неразрывно связанные между собой. И сегодня весь мир и вообще все человечество не может, значит, просто отмахнуться и не обращать внимания, что сделала революция. И президент в своем послании не случайно затронул эту тему. Конечно, все правильно сказано. Нужно осмыслить, почему происходит революция. Но революция в 1917 году произошла вообще в связи с тем, что Россия была на краю гибели. Вот даже, ну, многие, скажем, тот же генерал Деникин, которого нельзя отнести к сторонникам советской власти, наоборот, больше. Да, да. И то он сказал, что в 1917 году Россия была на краю гибели. Она была разобрана, и спасти ее могли только Ленин и Керенский. И большевики, во главе Владимира Владимировича Ленина, смогли выполнить историческую задачу, отвести страну из гибели. И годы советской власти, строительство, то есть, показали, что это был правильный путь. Ну, а то, что президент призвал, что сделает правильные уроки, конечно, безусловно, если будет, значит, такое расслоение общества очень большое, бедных и богатых. Вообще, восприняли, народ воспринял Великую Октябрьскую революцию в том плане, что он вздохнул свободу. Ну, лозунги были же приятные. Земля крестьянам, заводы, фабрики рабочие, значит, власть советом. Вот сейчас мы обо всем этом попробуем поговорить. Поэтому правильно. Что сегодня происходит? Конечно, есть и нужно осмыслить, почему сегодня происходит то, что многие мечты, да и не то, что мечты, многое не осуществилось после 90-х годов, да и не могло осуществиться, потому что направление было взято совсем в другую сторону. Не в сторону социализма, народовласти, а в сторону либеральной личной экономики, капитализма, который уже многие страны прошли и давно отказались от этого. Хорошо. К дню сегодняшнему вернемся. Все-таки, на ваш взгляд, в чем значение революции 1917 года, я имею в виду Октябрьская революция, Маяковский, моя революция? Ну, значение вообще-то за всю мировую историю всегда человечество думало о справедливости, о лучшей жизни. Почему сегодня одни, значит, живут, имея все возможности для того, чтобы додать свои потребности, а другие работают с утра до вечера, не имеют этой возможности? Почему воюют между собой народы, убивают миллионы людей? Почему зло и неправда иногда берет вверх? А тогда что, было не так, что ли? Когда? В 1917-м, 1900-м. После 1917-го года или до 1917-го года? Или в 1917-м, или после 1917-го. После 1917-го. Ну, конечно, все сразу не исчезнет. Но народ почувствовал, что можно строить государство для себя. Народное государство строит. И для этого были все предпосылки. Давайте посмотрим хронику того времени. Воспоминания, которые очевидцы говорят. Люди улыбались. Но сегодня все есть магазином. Да, почему люди не улыбаются? А тогда улыбались. Они видели, что да, открылась перспектива, что то, что было, значит, принадлежало не народу, принадлежало, значит, другой власти, да, что владели этими богатствами. А сегодня народ почувствовал, что можно работать на себя. На земле для себя. В заводах и фабриках для себя. И, значит, строить демократия тоже осуществилась. От народа что-то зависит. И совершенно правильно. Кухарка могла стать, значит, и управлять государством. Да ладно. Да, почему ладно? Например, сегодня, столетие со дня рождения, Даниловой. И вот столетие. Она родилась в многодетной семье. Это стало, была, работала секретарем по идеологии, пропагандой агитации, значит, областного комитета партии. Занимала крупные должности. В 22 года, в 22 года, родилась в 16-м году. Она, значит, ровесник революции. В 22 года стала депутатом Верховного Совета и СССР. В 22 года. 22 прибавляем 16, получаем страшный 38-й. Ну, ничего. Значит, в то же время она работала очень активно. И сегодня, на самом деле, это за счет... Ну, хорошо. Человек, которому мы гордимся, как многими другими, да. Я сейчас только журналист, я только спрашиваю, постараюсь спрашивать, ну, достаточно бесстрастно, да? Или беспристрастно. А вас не смущает все-таки ну, какая-то нечеловечески высокая плата за всеобщее счастье, которое вот наступило ради того, чтобы кухарка могла управлять государством? Ну, я бы задал по-другому вопрос. А оправданы ли были жертвы? Ну, были. Ну, давайте так спросим. Оправданы ли были, да? Ну, я скажу, что люди, ну, жертвовали своим... Работали по 12-18 часов без выходных. Работали в тяжелейших условиях. Или строили железную дорогу, или осваивали там целину, или, значит, занимались сельским хозяйством. Горную промышленность поднимали. Они чувствовали, что если им придется сегодня трудно, тяжело, но будущему поколению будет жить легче и намного лучше, и намного, значит, богаче, свободней. Поэтому вот эта цель и двигала всем человечеством. Поэтому совершались величайшие подвиги. Ради детей. Ради детей. Ради будущих поколений. Ну, и надо еще, Володя, иметь в виду, что 70 лет советской власти, из них-то 50 лет это или гражданская война, или восстановление народного хозяйства, или, значит, подготовка уже чувствовалась враг. И 40-е годы, Великая Отечественная война. Это никто не сбрасывает со счета, безусловно. После Великой Отечественной войны величайшая гонка вооружений, которая требовала две трети бюджета на оборону, потому что нас могли просто опять свалить и так далее. Советский Союз в Кубе, Советский Союз в Анголе. Создали бомбу, которая смогла сберечь нашу безопасность. Полетели в космос первый. Прошли путь. Это никто не отнимет, не говорит. За 10 лет путь прошли, как странно, проходили за 100 лет. Такой вот объемный вопрос достаточно. Вспомним о том, в принципе, да. Вспомним вот о чем, что многие западные литераторы начала 20-го века, середины 20-го века приняли революцию и стали друзьями в Советской России. Это правда совершенно. Герберт Уэллс, Роман Ролан, Леон Фихтвангер, Бернард Шоу. Можно многих перечислить. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Это были наведенные иллюзии или искренние симпатии? Ну, вообще-то, ну, конечно, где-то было... Не, ну, иллюзий, я думаю, не было. Все все-таки смотрели пристально очень. Смотрели пристально, что делается в Советской России. Да, в Советском Союзе. И, конечно, здесь какие-то там фантазии, чтобы они предлагали миру? Нет, безусловно. Они искали причину того, почему у них все получается. Почему они достигают успехов таких, которые были. Поэтому нет, это действительность. Это действительность была. А вот по поводу получается. Давайте поговорим об экономике Советского Союза. Да, безусловно, прорыв. Да, безусловно, история не терпится слагательного наклонения, что было бы, если бы не было Советской власти, случился ли бы или нет тот же самый прорыв и так далее. Но отсутствие частной собственности, об обществлении средств производства, а дальше централизованное распределение что-то на потребление, что-то на инвестиции, как сейчас говорят, на развитие. И госплан. Насколько эффективна экономика Советского Союза, на ваш взгляд? Ну, давайте так. Вот я в Якутии живу 46 лет, в 71-м году, в день полета Гагарина в космос я прилетел на берега Коломы. Ну, в то время, вот в 70-е годы поднимались в воздух сотни самолетов. Ежедневно поднимались в воздух сотни вертолетов, самолетов, которые летали по всей стране в нашей республике. Работали геологи, горники, работало сельское хозяйство, работали высокоширотные экспедиции. Сегодня в Черском работало около двух тысяч человек, самолетов насчитывалось более ста человек. Сегодня там 32 человека, никаких самолетов нет. Сейчас, сегодня, что мы перейдем, это первое. Второе, еще раз говорю, ну, почему же это было? В 90-е годы сегодня социальные рейсы глава республики распределяет, кому куда лететь. А тогда было в каждый населенный пункт практически ежедневно летали самолеты, авиация была. Одни из первых мы осваивали новейшую технику, взять другие вопросы, скажем, ну, алмазную промышленность в 56-м году, в 53-м году было принято решение партийное, и они выполнялись. потому что, ну, во-первых, что такое, что частная собственность эффективности, ничего подобного. Была плановая, скажем, на севере, плановая убыточная экономика. За счет того, что север Арктика все-таки затратный, там приходили большие затраты, а за счет нефти и газа, значит, эти средства шли на то, чтобы здесь уровень жизни нисколько не был ниже. Мы сегодня говорим, Арктик, это будущее нашей страны. Потому что сегодня частная собственность, это не панацея от всех успехов. А вот хочу спросить, Виктор Николаевич, одну секунду буквально, что такого хорошего взятия Советского Союза для... Ну, во-первых, выполнялись все решения. Вот было принято БАМ, строительство БАМа, города Неринга. Был принят план за 10 лет построить город 100-тысячный и разрез угольный с добычей угля до 14 миллионов тонн. Это было сделано в сроки. И БАМ был построен. Все у нас время. 43-й год. Виктор Николаевич, все, спасибо вам огромное за ваше мнение. И я напоминаю, что со своим мнением, собственно, вот на обозначенную сегодня тему выступал сегодня заместитель председателя Государственного собрания Нилтумена Республики Саха-Якутия Виктор Николаевич Губарев. С вами была Арена Событий. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok